С 1 мая управлять многоквартирными домами могут организации, имеющие лицензии. Подробнее о завершении лицензионной кампании нам расскажет заместитель начальника госинспекции строительного и жилищного надзора Сергей Абрамовский. Требований достаточно много. Какие организации смогли получить лицензии, а какие остались без документов? В настоящее время в лицензирующий орган, то есть в госстрой жилонадзор НАУ, подали 14 управляющих организаций заявлений на получение лицензии, и 7 из них уже сегодня имеют на руках эти разрешительные документы. В их числе управляющие компании Наримарстрой, ООО Базис и ООО Комиссервис. Это организации, которые первыми получили лицензии. И точно так же чуть позже получили еще 4 компании. Это в искателях МУП служба заказчика ПЖКУ по веселкой искателей. И в городе 3 компании. Это ООО Управляющая компания по КТС, ООО Управляющая компания служба заказчика и ООО Ненецкая управляющая компания. Вот эти 7 организаций, которые получили лицензии. И сегодня в 16.30 у нас также заседание лицензии на комиссии, на котором будут еще 7 компаний рассмотрены для выдачи лицензии. А есть дома, которые рискуют остаться без управляющих компаний? Да. Закон предписывает, что для того, чтобы заблаговременно получить лицензию, организация должна подать заявление на ее получение до 1 апреля. То есть, если на 1 апреля заявление такого не поступает, органы жилищного надзора информируют муниципалитеты о тех компаниях, которые не обратились за лицензиями. И, соответственно, в тех домах, где они управляют, муниципалитеты проводят собрания по смене управляющих организаций. По нашим подсчетам, на 1 апреля таких домов у нас было порядка более 100, наверное, порядка 120. И вот в настоящее время у органов местного управления проведена большая достаточная работа по смене управляющих компаний в таких домах. Вот по последним данным, на вчерашний день у нас оставалось порядка 40 домов, где еще необходимо было определиться со способом управления. Но вот эти последние дни, основная часть касается поселка Искатлий, также проводятся собрания, поэтому вот если где-то еще проходит голосование, то есть просьба собственникам все-таки не остаться равнодушными и заполнить необходимые документы. А какие меры будут в дальнейшем применяться к тем компаниям, которые плохо исполняют свои обязанности? Вот когда организация получает лицензию и начинает управлять уже на основании данного разрешения многоквартирными домами, к ней добавляются еще два очень важных требования. Первое требование – это такая организация должна выполнять свои обязанности, которые предусмотрены договором управления многоквартирными домами. А второе требование – это такая организация должна соблюдать правила управления многоквартирными домами, которое утверждено правительством. И вот, значит, это тоже являются дополнительными лицензионными требованиями. С момента, как организация получает лицензию, в отношении на нее начинает проводиться лицензионный контроль. Он может проводиться, допустим, на основании обращения гражданина, что управляющая организация, допустим, не выполняет обязанности по договору управления. Если в случае проведения проверки в рамках лицензионного контроля выявляется, что управляющая компания какие-то требования нарушает, ей выдается обязательное для исполнения предписание. Ну, помимо этого административных санкций, соответственно. В случае, если предписание управляющая компания не выполнит, ей будет наложен административный штраф. Если на одном и том же доме в течение года управляющая компания дважды не выполнит предписание, у нее этот дом будет исключен из управления. Это делается очень просто. Данное о таком доме заносится в специальный реестр лицензий, и там, где есть два правонарушения, данное о таком доме исключается из этого реестра. Соответственно, управляющая компания теряет право на управление этим домом. Одновременно начисляются, так скажем, штрафные баллы. То есть определяется, какой вес этот дом имел в общем жилфонде, и, соответственно, этот балл подсчитывается. Когда управляющая компания набирает более 15% этих штрафных баллов, соответственно, она рискует получить, так сказать, аннулирование лицензии. Лицензирующий орган обратится в лицензионную комиссию для согласования обращения в суд на аннулирование лицензии, и суд уже по иску аннулирует эту лицензию. Но есть одно исключение здесь из этого правила. Это если сами собственники видят, что управляющая компания, она, в принципе, имеет шанс на исправление, и они могут на общем собрании оставить свой дом, который исключается из реестра, оставить свой дом в ее управлении. То есть здесь видно, что управляющая компания, чтобы не потерять дома с управлением, не лишиться лицензии, она, как бы сказать, вынуждена поддерживать хорошее отношение со своими жильцами. То есть именно они могут спасти ее от того, чтобы лишиться права на управление домами. Напомним, если компания лишается лицензии, то она уже не может получить ее второй раз. Она не может получить ее второй раз, она не может получить ее в другом регионе, допустим, если она в каком-то еще хочет поработать. И она, если управляет домами в нескольких регионах, то лицензия выдается на конкретные регионы. Если у нее еще есть лицензия в другом регионе работать, она автоматом теряет лицензию и в другом регионе тоже. То есть это достаточно серьезные санкции. Спасибо большое. Напомню, подробнее о завершении лицензионной кампании нам рассказал заместитель начальника госинспекции строительного и жилищного надзора Сергей Абрамовский. С 5 мая в отделениях Пенсионного фонда России начнется прием заявлений на выплату 20 тысяч рублей из средств федерального материнского капитала. Подать заявление могут все владельцы сертификата на материнский капитал, проживающие на территории Российской Федерации. Вне зависимости от того, сколько времени прошло со дня рождения ребенка, давшего право на получение сертификата. Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты смогут все семьи, которые стали или станут обладателями сертификата на материнский капитал по состоянию на 31 декабря 2015 года. Заявление на единовременную выплату необходимо подать не позднее 31 марта 2016 года. При этом, если сумма остатка средств материнского капитала после его использования составит менее 20 тысяч рублей, выплачивается размер фактического остатка средств материнского капитала на дату подачи заявления о предоставлении такой выплаты. Единовременная выплата может быть направлена на любые нужды большой семьи. При обращении в пенсионный фонд при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, например, паспорт, банковскую справку о реквизитах счета, открытого в российской кредитной организации, на который в двухмесячный срок будут перечислены деньги, заявление установленного образца, содержащие серию и номер сертификата на МАДКАП и номер свидетельства обязательного пенсионного страхования. Также сотрудники фонда рекомендуют иметь при себе сертификат на материнских семейный капитал и свидетельство обязательного пенсионного страхования, карточку СНИЛС. Ненецкий автономный округ внес поправки в новые правила рыболовства. В настоящий момент они находятся на рассмотрении в Министерстве сельского хозяйства. Поправки, в частности, касаются терминологии. Например, граждане, которые ловят рыбу для своих нужд, на данный момент относятся к представителям любительского и спортивного рыболовства. По мнению специалистов территориального Росрыболовства, целесообразнее было бы дать такой категории новый термин – потребительское рыболовство. При этом представителям любительского и спортивного рыболовства запретить использовать сетные орудия лова. Также в поправках рассматривается возможность передачи территориальным органам Федерального агентства – по рыболовству полномочий по определению сроков и запрета добычи рыбы. Это позволит более рационально использовать и сохранять водные биоресурсы на территориях субъектов России. Правительство внесло в Госдуму законопроект о сокращении сроков регистрации бизнеса с 5 до 3 дней. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабинета министров. Законопроектом предусматривается сокращение сроков и облегчение процедуры госрегистрации при создании юридического лица и получение физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя, говорится в справке к документу. В 2015 году майские праздники будут разделены на две части – первомайские выходные и дни, приуроченные ко Дню Победы. Россияне будут отдыхать с 1 по 4 и с 9 по 11 мая. 1 мая в пятницу вся страна отмечает День весны и труда. 2 и 3 числа – выходные, суббота и воскресенье. 4 мая – выходной день, согласно постановлению правительства о переносе выходных дней в 2015 году. Нерабочий праздничный день 4 января перенесен на понедельник 4 мая. 5, 6 и 7 мая – обычные рабочие дни. 8 мая – сокращенный на 1 час – предпраздничный день. 9 мая Россия отметит главный майский праздник – День Победы. 10 число – воскресенье. 11 мая – выходной за субботу 9 числа. В преддверии 70-летия Победы в Наринмаре пройдет флешмоб. Волонтеры соберутся на площади Марацей и выстроятся в виде цифры 70. Фигуру из людей снимут с высоты птичьего полета. Затем видеоролик будет размещен в интернете и социальных сетях. Каждый участник будет держать над головой листок красного цвета – символа Победы. Затем вся группа споет песню «День Победы». Мы, конечно, планируем не меньше 250 человек, но хотелось бы, чтобы это было больше. Соответственно, чем больше человек, тем больше цифры. Командовать мы будем со сцены, потому что со сцены повыше, да, видно лучше. Ну, примерно себе представляем. Это, конечно, первый опыт такой наш в городе, в принципе. Ну, попробуем. К участию в акции приглашаются все желающие. Она состоится 6 мая на площади Марацей. Начало сбора в 16 часов.